Добрый день! Мы с вами продолжаем изучение книги Шмуэля Али, приближаемся к ее завершению и, как всегда, с молитвой в сердце, постараемся представить себе последние главы – бегство Давида к филистимлянам, к плештим, почему они его принимают, почему он принимает царь Ахиш, их сражение у горы Гильбоа, поражение сыновей Израиля, последствия этого поражения и, прежде всего, причины этого поражения. Итак, мы продолжаем с вами и попадаем в… Так, я смотрю, как мы это делаем сейчас, секунду, секунду, нам нужен текст. Да, отлично. Да. Да. Так, ну, нам нужна с вами предыдущая глава. Немножко я прошу прощения, я запутался здесь, мы повторяем шерст-крин, повторяем шерст-крин, хотя, может быть, здесь как-то можно и листать. Вот, мы с вами в 27 главе, да, мы видим, что, мы с вами помним, что Давид в последний раз берет копье у Шауля, берет у него кувшин с водой или блюдце с водой, как можно себе представить, и взывает к нему со скалы для того, чтобы показать, что он мог убить его. И Шауль вновь клянется Давиду, что он не будет его преследовать, но Давид, если так можно сказать, наученный горьким опытом, он собирается уйти к царю Ахишу. На этот раз он приходит не… но собирается прийти не один, а с большим отрядом, и приждем филистимляне, они готовятся к войне с сыновьями Израиля, как мы увидим в следующей главе, и это объясняется нескими причинами. Во-первых, умер пророк Шмуэль, а филистимляне, они прекрасно понимают значение пророка, прекрасно понимают, что до сих пор его молитвы, его слова, обращенные ко Всевышнему, они защищали сыновей Израиля, и еще больше, чем Кавчев Завета, все это им понятно, и они собираются свергнуть Шауля и дальше как бы покорить царство Израиля. И вот здесь Давид им очень пригодится, как они понимают, и Давид хочет сыграть на этом моменте, представить себя человеком, покорным филистимлянам, который укроется у них и который всю жизнь будет благодарен им. И филистимляне возведут его на царство после победы над Шаулем, и после того, как Давид возможно присоединиться к войне против Шауля для того, чтобы показать свою преданность царю Ахишу и царям других городов. Это планы Давида, это ситуация. И вот мы видим и сказал Давид в сердце своем, теперь попаду в один день в руки Шауля. Сколько может мне везти, несмотря на то, что меня защищает Всевышний. Мы понимаем, что защита Всевышнего – это прекрасное дело, но нельзя все время рассчитывать на чудо. Давид видит, что Всевышний постоянно делает для него чудеса, и последний раз все окружение Шауля, они заснули. Заснули настолько, что не почувствовали приближение двух воинов совершенно. И Давид понимает, что это было очередным чудом. На чудо полагаться нельзя все время. Что делать? И встал Давид и 600 человек, которые с ним и перешли к Ахишу бен Маох, царю Гада. Здесь мы видим, что указано имя отца Ахиша, что необычно в общем-то для такого текста, но это свидетельствует о определенном уважении пророка Шмуэля, который составлял, или, скажем, пророка Гада, который составлял вместе с Натаном эту книгу по поручению Шмуэля, определенное уважение к Ахишу. Ахиш уважает Давида и не против присоединить его к своей свите. И сидел Давид с Ахишем в Гадии. Он и его люди, каждый с домом своим. Давид и две его жены, Ахиноом и Сраэлит, и Абигаль, жена Наваля с Кармиэля. Благословен Бог изо дня в день. Понятно, что проживание, эта фраза сказана здесь не случайно, проживание с царем Ахишем было невростым делом. Давид оказался на милости, зависящем от милости Ахиша и его приближения. И было поведено Шаулю, что бежал Давид в Гад и прекратил он искать его. Давид очень опасен для Шауля, как он понимает. И сказал Давид Ахишу, если, пожалуйста, нашел я милость в своих глазах, пусть дадут мне место в одном из городов полевых и поселюсь я там. Мы понимаем, что проживание Давида в столице постоянно раздражает его приближенных. Они не доверяют ему, они видят в нем врага, видят в нем конкурента. Ахиш стремится приблизить себе Давида, сделать его своим телохранителем, как это обычно было в древнем мире, когда не из своего окружения, а из наемников, из чужих воинов цари выбирали свою охрану. Но это не получается. И зачем будет раб твой жить в царском городе с тобой? Давид мягко говорит о том, что ему нужно переселиться из царицы. И дал ему Ахиш в этот день циклак. Поэтому был циклак у царей Израиля до сегодняшнего дня. Давид отправляется в циклак. Может быть, немножко посмотрим попозже карту, где он находится. Он находится в стране Филистимлян. Естественно, на таком уровне южной части Иуды. И было число дней, которые Давид сидел в поле Брештин, четыре месяца. Это нам важно. Мы увидим, что проходит четыре месяца, и потом филистимляне выходят на войну с анальями Израиля. Эти четыре месяца — это четыре месяца подготовки к войне с Шаулем. Мы видим, что это серьезный срок. Филистимляне серьезно относятся к этой войне. Видят перед собой сильного противника. Они понимают, что сыновья Израиля — это давно неразрозненные племена, которые нужно собирать и которые неизвестно, придут или не придут. Перед ними царь, перед ними царство хорошо организованное и в котором воины, каждый знает свое место, и воины эти хорошо вооружены. Подготовка филистимлян на протяжении четырех месяцев, она важна для нас, чтобы представить себе Шауля со всеми его недостатками, со всеми его, так сказать, провалами, за которые он был наказан. Шауль — это тот человек, который создал царство Израиля, который сплотил, объединил колено и который построил войско, если так можно сказать, на голом месте. Израиль перестал быть страной открытой с четырех сторон, для всех, кто пожелает ворваться на его территорию, грабить, и каждое колено должно защищать себя, пока другие соберутся, соберутся или нет, откликнутся на призыв о защите. Мы помним, что в эпоху судебравления Мавитян продолжалось долгое время. Шауль положил этому конец. Все соседи боятся его, и границы Израиля четко очерчены. Это заслуга Шауля. Да, пророк говорит в основном о его недостатках, о преследовании Давида, но не нужно забывать, что есть и неустанная деятельность человека, который и создает армию, и который вместе со Шмуэлем сначала, а потом один борется с идувопоклонством, и в этом плане он также положил конец эпохи судей, когда сыновья Израиля по ошибке или умышленно могли поклоняться чужим богам. Это четыре месяца, точно четыре месяца филистинлян, серьезная подготовка к войне. И поднимался Давид с людьми его и вторгались в Гешури и Гризи, Камалику. И вот эти народы расселились на земле, которая всегда была по дороге в пустыню Шур и до земли египетской. Давиду было поручено, естественно, не сидеть без дела, а охранять границы филистинляна. Как охраняли границы? Выходили с набегами на непокорных, на конкурентов. И Давид должен был отправляться на юг и гуды, грабить, приносить добычу, убивать своих соплеменников для того, чтобы уверить филистинлян в своей преданности. Но мы понимаем, что он этого не делал, а выходил в самые разные места. Во-первых, он вторгался в Гешури, совершал долгий поход на север, на, как мы можем представить себе, за Ярден, туда, где жила колено Минаше, половина колена Минаше. И там область Гешури, которая должна была быть завоевана еще Яшури, не была завоевана им. И с ними он вел войну. Оправдание этой войны – это завоевание земли, завоевание земли Израиля. Заповедь, которая возложена не только на царя, но и на каждого, и на каждого человека и сыновей Израиля. И в одном из таких походов в Гешури Давид, в страну Гешур, Давид захватил дочь царя Гешура, захватил Мааху, и она была его женой, впоследствии родила Авшалома. Говорят, что он заключил с ней брак по закону о непрекрасной пленнице, как мы с вами видели, изучали этот закон в главе Китеце. Подойдем к этому моменту в книге Шмуэльбет, обсудим его подробно. И он выходит на юг к Амалику, к тому самому Амалику, которого оставил живых Шауль. И Амалик постепенно упрочился. И он совершает набеги на юг Иуды, на самые пограничные районы, когда есть такая возможность. При этом он рискует быть полностью уничтоженным, потому что Амалик – это небольшое преми, но тем не менее ненависть его сыновьям Израиля приводит к тому, что он нападает на юг и на пастухов. Ибо эти народы расселились на земле, которая всегда была по дороге в пустыню Шур и до земли египетской, та земля, которая должна быть завоевана. И поражал Давид землю, и не поддерживал жизнь ни мужчины, ни женщины, и забирал мелкий скот, и крупный скот, и верблюдов, и одежды, возвращался и приходил к Ахишу. Основанием для полного уничтожения населения, что является делом непростым, и уж можно представить себе делом непростым для Давида, человека очень чувствительного. И основанием для этого служит закон Торек. Я здесь выписал из Рамбама для вас законы царей. Только из городов-народов этих, которые Бог Тесиний Твой отдает тебе в наследный отдел, не поддерживая жизни ни одной души. Не поддерживая жизни ни одной души. Не поддерживая жизни ни одной души. Есть обязанность либо изгнать их, либо истребить. Это книга дворин. Имеется в души, как пишет Рамбам, что не оставлять живых ни одного человека из народов, населявших Кануан к моменту начала ее завоевания, даже если эти люди ушли за пределы святой земли. То есть заповеди стремления сильных народов, она остается в силе, даже есть, и они поселились за ее пределами. Мы видели с вами, что в эпоху пророчества дворы, кананские племена, уже ушедшие из земли Израиля, предприняли попытку завоевать ее обратно. Говорил Ахиш, куда вы вторгались сегодня? Ахиш расспрашивал Давида. Он говорил ему на юг Иуды и на юг Иерахамиели, и на юг Кени, там, где живут потомки Троу, Кени. А мы туда вторгались. Но не было свидетелей, которые могли бы опровергнуть слова Давида. И Давид так жил все дни в поле Плештим. Может быть, у Ахиша был свой интерес, он не хотел уличить Давида в обмане. И поэтому сказано, и доверял Ахиш Давиду. Он доверял, что тот не поднимет на него руки, не предаст его за то гостеприимство, которое он оказал ему. И Давид пришел к нему. Не один он пришел к нему со своими воинами, а те пришли со своими семьями. И на это рассчитывал Ахиш. И он говорил, не может быть, чтобы он не вышел ни разу на юг Иуды. Отвратителен и противен стал он народу его в Израиле и будет рабом навеки. Даже если он совершил один навек на Иуду, он будет подчинен мне. И, конечно, такого человека выгодно поставить царю. Это 27 глава, как мы можем себе представить. И мы открываем с вами следующий материал. Так, мы делаем с вами share screen. Share screen мы с вами делаем и открываем следующий материал. Так, как мы открываем следующий материал. Вот, прежде всего, прежде всего, я хотел бы посмотреть с вами карту. Так, сейчас, секунду. Так, мы видим с вами карту или не видим ее с вами? Видим. Видим. Замечательно. Здесь отмечен циклак. Мы можем представить себе относительно это. Мы с вами видим здесь аза. И здесь циклак. Он находится во владениях флештин. И вот здесь юг Иуды, куда Давид должен был бы совершать набеги. Однако, он совершал набеги в пустынную местность. Он проходил пустыню Паран и уходил дальше, ближе к Синайскому полуострову, для того, чтобы поразить Амалика, который, как известно, жил в этом районе. Здесь не показан Гешуру. Он на севере, на восточном берегу Ярдена. Теперь. Вот здесь показана область Ерахмиэль, которую Давид называет, что он якобы выходит туда. Там живет колено Шимона, по крайней мере, и часть колена Шимона. Давид говорит, что он выходит туда. На самом деле, он берет, так сказать, намного левее, намного восточнее и уходит к Синайскому полуострову. Теперь смотрим с вами дальше. Поднимаем с вами 28 главу на экран. Вы ее еще не видите. Теперь я пытаюсь сделать. Раньше так было хорошо. Все, теперь стало просто наказание. Раньше, чем поднять... Раньше, чем поднять... Сначала поднять главу. Так. Так мы с вами главу видим? Нет, наверное, еще, да? Видим, видим. Видим, видим, да, да. 28 глава. Рассказ продолжается. И здесь нам потребуется обратиться к Деврею Эмиму, то, что называется книге Хроник, посмотреть, что она нам добавляет. Да, и было в те дни, и собрали в лишним лагерях войска, чтобы воевать с Израилем. Здесь два момента отмечены в те дни, когда умер Шмуэль, после того, как они узнали о смерти Шмуэля. И лагеря их войска, то есть те военные лагеря и те войска, которые есть в каждом из пяти фересимских городов, они организовали в одно единое войско, то, чего до сих пор, наверное, не было. Во главе которого встает Ахиш. И нам нужно... И вот теперь фересимляне выходят к горе Гильбоа. Ну, давайте сначала... А мы с вами попытаемся представить себе динамику, которое происходит в войске Шауля. Мы видим с вами... Текст видим сейчас? Или нет? Да, видим. Видим, да? И было в те дни? Нет. Не тот, у нас не видим. Это не тот, который я хотел... Я прошу прощения, я не знаю, как с этим справляться, поэтому наберитесь, пожалуйста, терпения. Вот я поднял новый кусок. Вот так мы видим с вами, и фересимляне сражались с Израилем. Да. Вот это и десятая глава и с Девреймем книги «Хроник», первые ее части. И здесь есть очень много дополнительных моментов. Сначала говорится, что... Как бы текст забегает вперед и говорит о том, что и пали убитыми на горе Гельбоа, то есть и настигли брифтим Шауля. Вот мы об этом еще не говорили. А то, что важно для нас, это одиннадцатая глава, в которой говорится. «И собрали все израильтяне к Давиду в Шеврон». Тоже замечательно. Тоже вперед. А вот мы с вами... Если можно чуть увеличить масштаб этого человека. Сейчас, секунду, секунду сделаем. Спасибо. Сейчас, секунду, секунду. Сейчас мы сделаем с вами. Так. Вот, сейчас, секунду. Я тут немножко заблудился. Один момент. Да. Вот, нашлось. Это, пожалуй, нам с вами нужна двенадцатая глава, чтобы не запутаться. То есть, там тоже важные моменты, но просто они уже как-то относятся к самой войне и к тому, что просят войны. А вот, и вот, книга «Хроник» возвращается, и она нам говорит таким образом. А вот те, что пришли к Давиду в циклак. Вдруг мы с вами понимаем, что часть сыновей Израиля, узнав, что Давид находится в циклаке, приходят к нему. И это ни один, ни два человека туда начинает стекаться, в большое войско. Когда укрывался он Шауля сына Киша, проблема в том, что он укрывается от Шауля. И ситуация становится понятной. Шауль, вместо того, чтобы бросить все силы на подготовку к войне, вместо того, чтобы примириться с Давидом, прекрасным полководцем в преддверии войны с Телестивлянами, он продолжает преследовать Давида, вынуждает его бежать в циклак. Это вызывает раскол среди сыновей Израиля. И были они сильными помощниками Давида в войне, вооруженные луком, правой и левой рукой бросавшие камни и натягившие стрелы из братьев Шаула, из колена Беньямина. Колено Беньямина поддерживает Давида почти целиком. И то, что нам будет очень важно в дальнейшем, мы видим, что приходят лучники и метатели камней. Шауль проигрывает сражение прежде всего, потому что ему нечего противопоставить лучникам филистимлян. Филистимляне тщательно готовятся к войне. Они приобретают у египтян луки, дальнобольные луки, которыми славились египтяне. То есть они, так называемый сложный лук, который составляется из, склеивается из нескольких пород деревьев, проклеивается туда пластины слоновой кости. Получается лук, который бьет дальше, чем обычный лук. Это само по себе большая проблема. Но еще что-то можно было противопоставить. Если бы были лучники из Бениамина, они все уходят к Давиду. И вот этим сильным лучникам из филистима уже ничего нельзя противопоставить. Ничего нельзя противопоставить. Нету тех людей, которые могут подавить этих лучников. Начальник Ахиезер, Иоаш, Набьяши, Майи, Гивиатяне из Гивона и района Гивона. Шауль, как мы помним, когда он поразил город Нов, он поразил и жителей Гивона, которые служили в мешкане, привозили воду и дрова. Это была большая работа. И много людей были заняты на этих работах. И они также были наказаны Шаулем. Эта история будет развиваться еще долго на протяжении всей жизни Давида. Но пока мы видим, что они присоединяются к Давиду, будучи обижены и, может быть, и справедливо обижены на Шауля. Здесь перечитаются имена людей, которые из Анатота, и которые, если указаны имена, они были бы и начальниками, они пришли не одни, привели своих людей. Мы видим, что их не так уж мало. Но интересно, что даже с побережья и из колена Гага, то есть с восточной части Иордена приходят воины, которые, и они, говорится, мужи доблестные, воинственные, искушенные в войне, владеющие щитом и копьем. У Давида собирается настоящее войско, которое готово поддержать его. Но все эти воины, они уходят от Шауля, они не принимают участие в сражении на горе Гильбоа, о котором пойдет дальше речь. И пришли воины и сыновей Бениамина и Иуды в икурплении к Давиду. То есть мы видим здесь, как бы, книга Деврея Мим, она все, как бы, смешала в одну, так сказать, кучу. И говорится, что часть из Бениамина и Иуды пришли еще раньше к Давиду, когда он находился в Митсуда, вот здесь в... и так далее, и так далее. Может быть, мы еще вернемся к этому тексту впоследствии. В этот момент к Давиду приходит Амаса, тот, кто впоследствии становится одним из начальников войска Давида. И Давид, увидев таких людей, которые должны были быть привержены Шаулю, он относится к с недоверием, но Ишай приветствует Давида и с таким воодушевлением, что Давид доверяет ему, и так далее, и так далее. То есть это... И здесь можем еще с вами подчеркнуть дальше двадцатое предложение. Когда пришел он в цикла, к речи Давиде, прикнули к нему люди из колена Минаше, и они помогали Давиду против отряда Амеликитян, потому что доблестными были все они, начальники войск, и нужно учитывать, что колена за Ярденом были коленами войны, и колена за Ярденом были очень сильными, потому что долгое время, да, уже и в эпоху Шауля им приходилось защищать свои границы самим. И так далее. То есть мы представляем себе обстановку. Сейчас мы с вами возвращаемся к двадцать восьмой главе. Опять небольшая такая задержка. Вот, я надеюсь, что все в порядке. Правильно? Текст мы видим с вами, двадцать восьмой главы. Да, 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 все видно. И сказал Давид, теперь ты узнаешь, что сделает раб мой. Давид уверяет Ахиша, что он выйдет воевать с ним против Иуды. И какие планы у Давида, непонятно. Конечно, он не будет убивать своих собратьев. что он сделает. Или он уже заранее знает, что ему не доверяют, ему не дадут выйти в передовом отряде. Трудно сказать. Но в любом случае, мы видим, что Давид не дает клятвенного обещания убивать своих братьев. А он говорит в такой форме, что его слова могут быть поняты по-разному. И совершенно он не собирается убивать своих братьев из Иуды. А дальше говорится, Ашмуэль умер и скорбел о нем весь Израиль. Мы понимаем, и похоронили его в Раме, который его город. Ашаул устранил из земли Израиля всех вызывающих духов и вещателей. В одном предложении очень много информации. Во-первых, мы понимаем, что причина этой войны это то, что Ашмуэль умер все то время, пока Ашмуэль был жив. Перестемляне не решались выходить, выступать против Израиля. И еще один момент, еще один момент, мы видим, что Ашмуэль что Ашмуэль поддерживает Ашмуэлем. А потом и сам. И даже после смерти Ашмуэля, в то время, которое оставалось до конца его правления, он истреблял идолопоклонство в земле Израиля совершенно беспощадно. Колдовство и идолопоклонство это преступления, которые стоят, в общем-то, на одном уровне. Трудно иногда разделить между идолопоклонством и колдовством. Такое колдовство, как вызывание духов или гадание при помощи колдовства, оно всегда происходит с обращением к божествам, с молитвой, с принесением им жертв или с обращением к потусторонним силам, что мы знаем, что молиться и обращаться можно только ко всевышнему, обращение к любым другим силам, с молитвой, скажем, каким-то силам, которые представляются человеку существующим, каким-то силам, которые ему кажется, что они скрываются за природой, к душам умершим, обращение с молитвой, к таким силам, оно, в общем-то, стоит в той же плоскости, лежит в той же плоскости, что и идолопоклонство, и истребляя идолопоклонство, Шмуэль и Шауль полностью истребили и тех, кто гадает. на Махашифа Аль-Тихае, не то, что написано в Торе, как это говорят по-русски, ворожаю, скажем, колдунью, не оставляю живых, Раши пишет на эту фразу, как мужчину, так и женщину, ученую в колдосве, следует судить, и это преступление он оказывается смертной казнью. Мы понимаем с вами ситуацию, что сыновья Израиля очень долгое время находились в таком состоянии, когда они не понимали четкую разницу между служением Всевышнему и поклонением идолам. Они сближались с поклонниками, перенимали их обычаи, когда появился Шмуэль, как мы с вами помним, божественное присутствие начало возвращаться к народу, а вместе с ним начало возвращаться и пророчество. Однако, осталось очень много людей, которые не заметили этих произошедших изменений. И вместо того, чтобы вращаться к пророкам, продолжали колдовать и гадать. В древнем мире это было как бы совершенно необходимо. Ну, как представить себе, скажем, современный мир без какую-то страну, без бензина, это все равно, что в древнем мире представить себе существование какого-нибудь племени или какой-то страны без предсказаний, без колдовства, без попытки повлиять на будущее, перед началом любых дел, перед засевом, перед засевом урожая, перед сбором урожая, перед сбором фруктов, перед выходом на войну, всегда приносились жертвы божествам. Когда засевали урожай, обращались к гадателям, что нужно сделать для того, чтобы урожай был успешным, чтобы его не побил град и не съела саранча. Просто хотели узнать, насколько будет урожай успешным. То есть как поклонение идолам, так и колдовство сопровождало жизнь в древнем мире. И, скажем, остатки эпохи судей, перехода из эпохи судей к времени Шмуэля, к времени распространения пророчества, он заключался в том, что было очень много людей, которые занимались вот этим запрещенным делом, гаданием, предсказанием, обращением по двусторонним силам, колдовствам. И собрались, пришли, зачем это говорится? Мы сейчас увидим дальше. И собрались, пришли, и стали лагерем в Шунам, и собрал Шауль весь Израиль, и встали лагерем в Гильбоа. Я немножко позже подниму карту, для того, чтобы не просто не сбивать вас. Потом мы посмотрим карту. И увидел Шауль лагерь в Лиштине. Увидел, и задрожало его сердце очень. То есть Шауль увидел, что в Пелестимляне вышли большим войском, войско организовано. Оно хорошо оборужено, как это не трудно увидеть даже на расстоянии со стороны с горы Гильбоа. И Шауль понял, что у него нету надежды победить. И спрашивал Шауль Бога, а он не отвечал ему. То есть он обращается через, Шауль обращается через Урим и Тумиум, обращается ко Всевышнему. А ответа он не получает, потому что Шауль убил Каренов города Нов. и и Бог во сне тут, наверное, я забежал немножко вперед и спрашивал Шауль Бога в молитве, а он не отвечал ему. И Бог во сне не послал ему никаких указаний. И через Урим и Тумиум, и через Урим и Тумиум, непонятно, был ли у Шауля Урим и Тумиум, но если бы даже был, он бы не ответил, Всевышний ответил ему и через Урим и Тумиум, потому что Шауль убил Каренов город Нов. И через пророков Шауль пригласил к себе учеников Шмуэля, но Всевышний не давал им пророчества для Шауля. И сказал Шауль слугам его, поищите мне женщину, умеющую вызывать духов, и пойду к ней и доброшу ее, и сказали ему его слуги, вот женщина, умеющая вызывать духи в Эйн-Дор. Говорят, как это слуги так быстро обнаружили эту женщину в Эйн-Дор, мы помним с вами, что начальником войска Шауля был Авнер на Авнере, на начальнике войска, как мы с вами в дальнейшем это увидим в других историях Танаха, на нем лежали карательные функции. То есть он занимался исполнением приказа царя, Шауль отдал приказ истребить всех ворожей, всех колдунов, всех вызывающих духов. Это делал Авнер. В Эйн-Дор жила мать Авнера, на которой он не поднял руки. Мы понимаем, нам трудно представить себе древний мир, идолопоклонство, и колдовство просто тянули людей. Мы живем в таком мире, когда ощущение духовной стороны мира, оно очень слабое, очень относительное. У кого-то есть духовный опыт, когда человек сталкивается с какими-то явлениями, событиями своей жизни, которые четко указывают ему на духовный мир. У кого-то нет этого опыта в древнем мире, если так можно сказать, духовный мир, был гораздо ближе к человеку. И понятно, что мать Авнера, она видела, что вокруг множество людей наказано, большое число наказано, наказано смертной казнью, почему она продолжает колдовство, почему она известна как женщина, вызывающая духов. Может быть, она прекратила его на время, а может быть, нет, потому что человека это тянет как наркотик. Ему трудно оторваться от этого, он хочет соприкасаться с духовным миром и ему трудно остановиться, избрать, так сказать, правильный путь служения Всевышнему, когда это соприкосновение происходит через заповеди, через обращение к пророку, он продолжает колдовство, несмотря на то, что он понимает, что он совершает преступление, несмотря на то, что он боится попасть, так сказать, в руки правосудия. Но в любом случае в Эйндо живет женщина, мать Абнера, начальника войска, на которую он не поднял руки, и она хорошо известна слугам Шауля. Теперь мы можем подумать, представить себе, почему же Шауль идет на такой шаг. Он в конце концов хорошо представляет запреты идолопоклонства. Прекрасно представляет себе запреты колдовства. Он понимает, что виноват в идолопоклонстве не только тот, кто вызывает духов, но и тот, кто просит вызвать дух для него. почему он идет на такой шаг. Поэтому понятно, что есть несколько причин. Есть отчаяние. Он не может совраться с духом. Ему нужна поддержка. Ему нужен Шамуэль. Без Шамуэля он не может выйти на войну. И он где-то оправдывает себя тем, что вот такое его состояние это пикулах нефир. То есть для того, чтобы для того, чтобы если царь будет находиться в таком состоянии, он обязательно проиграет сражение. Значит, ему нужно как-то прийти в себя, набраться сил и духа. И он уже готов это сделать любым путем, хотя он формально и неправ, потому что, опять же, колдовство, оно находится в разряде идолубоклонства или очень близко стоит с идолубоклонством, а идолубоклонство, оно запрета идолубоклонства не отступает на задний план, даже когда речь идет о приколах нефиш об опасности для жизни одного человека или многих людей. Но, тем не менее, Шауль находит себя в равдании, может быть, частично обманывает себя, и он переоделся в Шауль и одел одежду и другие, и пошел он, и два человека с ним, и пришли к женщине этой ночью и сказал «Сделайте мне волшебство, вызывая духов черепом и подними мне того, кого я скажу тебе». Шауль переоделся, он думает, что его нельзя узнать, с ним идут два человека, один из них это Абнер, и они приходят к этой женщине и сказал ему женщину «Вот ты знаешь, что сделал Шауль, что он истребил вызывающих души черепом и подстрекателей и предсказателей из земли, то есть вызывающих духов из земли просто, и зачем ты покушаешься на душу мою, чтобы убить меня». Женщина ему не доверяет и она не хочет сознаться, что она не оставила голдовство, но говорит, что это дело для нее опасное. И поклялся ей Шауль Богом, говоря, жив Бог, что не случится с тобой ничего из-за злого умысла в этом день. Реш Лакиш в Медраш «Игра раба» он охарактеризовал Шауля таким образом. На кого похож Шауль? Он похож на женщину, пошедшую к любовнику и глянущуюся ему жизнью своего мужа. То есть абсурд, как бы, нарушать закон близкий к иду богонству и кляться именем Всевышнего. Реш Лакиш подчеркнул это абсурдность, которая указывает на полное смятение Шауля, на то, что он теряет над собой контроль полностью уже. И сказал женщина, кого подниму тебе и сказал Шамуэля, подними мне. И увидела женщину Шамуэля и вскричала. Считается, что поднимать такие души, как Маше и Аарона, это еще большее преступление, чем просто вызывать души обычных людей. Теперь мы с вами можем представить отношение к колдовству. Рамбам просто заявил категорично, что колдовство не существует, что всякий, кто говорит, колдовство глупец, он имеет в виду любое колдовство, и туда в этот список он относит и астрологию, предсказания по звездам и так далее. И мы видим с вами, мы видим с вами, что в пророках, по крайней мере, в этом месте, мы встречаем действительно описание колдовства и описание действенного колдовства. колдовство производится с нарушением отдельного запрета, который называется ОВ. ОВ, Раши и другие комментаторы, они описывают, что берется череп человека, производятся определенные действия, которые они описывают, и после этого, если человек владеет этой техникой колдовства, то можно говорить с духом человека, которого хотели вызвать. Причем, скажем, тот, кто один видит этот дух, а другой может к нему обращаться и может говорить с ним. Как вот так, по крайней мере, бывает чаще всего. Как нам отнестись к этому заявлению Рамбама и к тому описанию, которое приводится здесь? Можно представить себе, что, конечно, Тора не стал его запрещать то, что не имеет никакого действия. Зачем запрещать то, что не работает, то, что не срабатывает. А колдовство, как бы, это те, колдовство использует те силы, которые были в свое время, в свое время у Адама, так как мы можем представить себе, что Адам мог влиять на окружающий мир. Его связь с окружающим миром была очень сильной. до греха, скажем, да, Адама, молитва его, даже мысли его влияли на окружающий мир, они преобразовывали его. После того, как Адам согрешил, у него была частично отобрана эта способность, но, как всегда, как бы не до конца способность влиять на мир осталась у Адама. Она передалась его детям Каину и Эбелю, особенно Каину, который родился до греха, и впоследствии эти знания и эти способности и знания влиять на окружающий мир своей мыслью и своим словом, они передались через Хама, через потомков Хама, они передались в мир, который был после потопа. Нужно сказать, что потоп отличался тем, что он разорвал эту связь человека с окружающим миром. Мы представляем себе, что пока мысли человека и намерения его были хорошими, этот мир развивался в благополучную, хорошую сторону, он преобразовывал его. Когда мысли человека стали злыми, то он стал портить мир и своим словом, и своими мыслями, он стал портить мир, и возникли уродливые формы, которые как раз и были стерты потопом. мы представляем себе, Раша говорит, что после потопа почва во всем мире была снята на три ладони вниз, везде, кроме земли Израиля. Можно думать о том, что такое эти три ладони, почему была снята почва, одно совершенно понятно в соотношении человека с окружающей природой, оно изменилось, мир перестал быть допотопным, когда влияние человека на мир совершенно прямое и непосредственное его словом и его мыслью. Эта связь разорвана, потому что человек испортил этот уровень, не выдержал этот уровень и мыслями, и своим мыслям, и своим мыслям, поведением, он испортил окружающий мир. Однако отголоски знаний и влияния на мир, отголоски вот этих сил, которые были у Адама, они остались, и они как раз составляют основу колдовства, влияния на окружающий мир словом, внутренними силами, силами души человека, и они-то как раз и запрещены. И все те виды колдовства, которые описываются в Торе, они совершенно действенные, как та сила, о которой мы с вами говорили. Взять череп, я не хочу давать все подробности, Раша много описывает всего, и через этот череп вызвать дух человека. Так что же имеет в виду Рамбам? Единственное, как можно понять Рамбама, он хочет оградить людей от колдовства, и от влияния колдовства, которое оказывается недейственным, если человек в него не верит. Если человек не верит, на него невозможно действовать колдовством, и Рамбам хочет просто устранить эту веру в колдовство, и он совершенно прав. Нет колдовства, когда человек в него не верит. Ни он не подвержен воздействию, ни его душа не подвержена воздействию подобных сил, если нет веры в колдовство. Итак, мы можем представить себе, что то, о чем идет здесь речь, это то, что колдовство это реальная сила, как мы можем представить себе отголосок той связи, которая была у души Адама с окружающей природой, когда своим словом, даже своей мыслью, он мог влиять на окружающий мир, изменять его, даже изменять его формы. Поэтому забряд Торы, он является весьма реальным, и Аркадий, мы понимаем Рамбама, который не хочет давать подробности, хочет оградить людей, и объявляет колдовство, и астрологию объявляет глупостью, несмотря на многие страницы в Талмуде, которые занимаются этими вопросами. И увидела женщину Шмуэля, и вскричала громким голосом, сказала женщину Шаулю, говоря, почему ты обманул меня, и ты Шауль? Женщина видит Шмуэля, она догадывается, что это дух Шмуэля, теперь, как говорят комментаторы, у колдунов есть свой опыт, обычно душа поднимается, как объясняет нам Раши, она поднимается как бы вверх ногами, а здесь она увидела Шмуэля, который поднимается, его душа поднимается правильно, как бы она опирается ногами на землю, она понимает, что Шмуэль, дух Шмуэля стоит перед царем, из уважения к царю, он поднимается не как бы не наоборот, когда голова голова ближе к земле, он поднимается в правильном направлении, она догадывается, говорит, она пугается, говорит, что ты Шауль, и сказал ей царь, и мы здесь видим, что как говорят нам комментаторы, что один видит этот дух, а другой слышит его, Шауль не видит, Шауль не видит дух, он будет задавать ему вопросы, а вот женщина, вызывающая дух, она видит его, и сказал ей царь, не бойся его, что ты видела, и сказал, Шауль обещает ей, чтобы она не боялась, и сказала женщина, Шауль ангелов видела, поднимающихся из земли, тут трудно перевести на русский, должна говорить Элоким Раити, как бы всесильного видела, поднимающегося из земли, но слово Элоким, оно очень емкое, и здесь бы его неправильно было перевести, как бы Хаса Халила, как Бог поднимается из земли, поэтому лучше перевести ангелов, две какие-то силы, которые поднимаются из земли, мы помним, что Шмуэль, он по своим силам, он равен Аарону, он равен Маше и Аарону, и поэтому она видит как бы две составляющие Шмуэля, как бы Маше и Аарона, они слиты с ними днем, они поднимаются, но она видит как бы две силы, Илоким, формально множественное число, может быть, ангелов, двух ангелов, которые поднимаются из земли и сливаются в духе Шмуэля. И сказал ей, каков облик его, и сказал человек, и сказал ей, каков облик его, и сказала, человек старый поднимается, и он завернут в пласть. И понял Шауль, что это Шмуэль, и склонился лицом до земли и распростерся. Тоже непонятное действие, явно оно запрещено распростираться перед духом, но мы видим, что Шауль, он полностью смешан в своих мыслях, он уже не контролирует свои действия. И сказал Шмуэль, почему-то взволновал меня, подняв меня, коммендаторы говорят, что для души это очень тяжелое дело, вновь прийти в этот мир, соединиться с ним таким вот непонятным образом, когда нет тела, и сказал Шауль, тесно мне очень, и пришли воюют со мной, и все сильные отошел от меня, и они отвечают мне больше, ни через пророков, ни во снах, а Урим-Утумим он не упомянул, что он обращался через Урим-Утумим или хотел бы, по крайней мере, обратиться через Урим-Утумим, это он не упомянул, потому что ему стыдно говорить о том, что свидетельствует его преступление в городе Ново, и позвал тебя, чтобы поведать мне, что мне делать. И сказал Шмуэль, почему ты спрашиваешь меня, ведь Бог отошел от тебя и стал ненавидим ты. Здесь Шмуэль, уже оторван от этого мира, он говорит очень тяжелые слова Шаулю, которого он при жизни любил и защищал перед лицом Всевышнего. «И сделал Бог мне, как говорил через меня, и разорвал Бог царство твое, и разорвал Бог царство твое, вырвал Бог царство твое из руки твоей и отдаст ближнему твоему Давиду». Потому что не послушался голоса Бога и не сделал гнев, пылающий его на Амалика, не притворил в жизнь гнев, пылающий его на Амалика, поэтому это дело сделал тебе Бог в этот день. И отдаст Бог в Израиль вместе с тобой в руку плещи, и завтра ты и твои сновья со мною, так же и лагерь Израиля отдаст Бог в руки плещи. И поспешил Шауль и упал в полный его рост. Шауль хотел выйти, уйти, но упал. И подошла женщина к Шаулю, увидела, что он в больном, в большом смятении, и сказала ему, вот, послушала служанка твоя, голос твой, и положила душу мою в ладонь. Это выражение, она взяла душу в ладонь. и так далее. И здесь Шауль проявляет довольно большое мужество. Он собирается, он понимает, что есть постановление Всевышнего, пускай он узнал о нем нечистым таким образом, но это постановление небес, и ему бы следовало поститься, пребывать в трауре, потому что он понимает, что день его смерти стремительно приближается, но он ест, так как ему предлагает женщина, потому что только он и она знают, что произошло, другие не слышали голоса, другие не слышали голоса Шмуэля. И для того, чтобы не вводить в панику, как бы не распространить панику на свое окружение, Шауль принимает постановление о небес, он садится и садится и ест, опять же, для того, чтобы его не разрывает на себе одежды, не одевает мишкабину, для того, чтобы его окружение не было напугано. Мы подходим к вами, с вами, так сказать, к развязке этой истории, но давайте мы с вами остановимся, если есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить, пожалуйста. Если что-то есть, то я постараюсь вам ответить. Равзеев, такой вопрос. Получается, Всевышний не отвечал на молитву Шапауля, через Урим-Тумен тоже не давал ответ, но почему тогда Всевышний позволил случиться вот этому вызову Шмуэля? Почему он допустил такой канал получения информации, если так можно выразиться? Да, это вопрос хороший, хороший вопрос, то есть все в руках Всевышнего, скажем, все в руках Всевышнего и скажем, Всевышний во-первых, говорится, что если человек, всякий, кто хочет очиститься, помогают ему, всякий, кто хочет загрязниться, открывают перед ним дверь, то есть человек, который хочет очиститься, он достаивается помощи небес, человек, который хочет загрязниться, он его не, скажем, не удерживают, перед ним открывают дверь, он может это сделать. Шауне получил ответа, и он принимает решение получить ответ нечистым путем, он понимает, что в руках, все в руках Всевышнего, он понимает, что можно получить у колбуна, можно получить точный ответ, тем более, если он вызовет, тем более, если он вызовет дух Шмуэля, он понимает, что есть такой путь, и он идет на это, и Всевышний не удерживает его, так, если бы каждый раз, когда человек собирается совершить какое-то преступление, Всевышний удерживал бы его, то в мире не было бы преступлений. Здесь, как мы понимаем, ситуация очень сложная, Шауль фактически полностью растерян, он понимает и силу пророчества Шмуэля, и он понимает, что он идет на преступление, просто, тем более, что он сам устремлял идолопоклонство, но он находится в таком состоянии, когда он не может, в том состоянии, в котором он находится, он не может поступить иначе, ему нужна какая-то поддержка для того, чтобы хотя бы выйти в это сражение против филистимлян, ему нужна какая-то духовная поддержка, и он получает ее нечистым путем, а очень тяжелым, поддержка, так сказать, очень тяжелая, он понимает, что он погибнет, но тем не менее, это есть, тем не менее, это какая-то поддержка, потому что, скажем, да, он понимает, и в этом есть его и сила, что он не бежит от филистимлян, выходит с ним в сражение и принимает постановление Всевышнего, но если ответить на ваш вопрос коротко, то Всевышний не закрывает дорогу преступления перед человеком, как человек, упаси Бог, может взять нож и зарезать другого, так он может совершить или, по крайней мере, мог в старое доброе время совершить колдовство, и Всевышний не хватает его за руку и не отбирает у него силы. Да, спасибо. Что-то хочется еще спросить? Я надеюсь, что у нас как-то вырисовалась картина перед самой развязкой. Это еще не, как мы представляем с вами, это еще не приход Давида к власти. После поражения на горе Гильбоа произойдет целый ряд событий и трагичных, которые потребуют от Давида мужества и напряжения всех сил, и его правление Давида начнется в Хевроне, где он будет править семь лет над коленом Иуды, то есть он не сразу, несмотря на такую поддержку, которую мы видели в циклаге, расслоение народа на два лагеря, один, который поддерживает Шауля, поддерживает его потомков, а другой поддерживает Давида, все это как бы остается в силе. Хорошо. Если позволите вопрос, пожалуйста. По поводу сына Шауля, который поддерживал Давида, где он в этой ситуации? Йонатан погиб на горе Гильбоу, он с отцом, он не оставляет его, он выходит с ним в сражение и погибает. То есть он с отцом до конца, да? Он с отцом до конца, да, в этом, понимаете, то есть здесь есть и благородство, и освящение имени Всевышнего, не бежать от врага, лучше принять смерть, чем бежать от врага и опозорить имя Всевышнего. Хорошо. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Если нет, то мы тогда с вами закроем наш форум, и через неделю, я надеюсь, мы сможем с вами еще продолжить следующий урок, подойти к завершению книги Шмуэля Алиф. Ладно, всего самого-самого доброго. Спасибо вам, Розею. Всего доброго. Спасибо. С большим удовольствием.